приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова ну что 28 декабря уже сегодня я не выходила несколько дней на канал не общалась с вами и вы уже стали писать мне комментарии лена куда вы пропали все ли у вас хорошо но вот если мне этот комментарий я может быть и сегодня не вышла бы в эфир но чувствую за собой какую-то ну не то что вину но ответственность что ли люди переживают думаю ну на минуточку хотя бы выйду вот у нас всю ночь шел снег все белым бело красота красивая все деревья в снегу смотрите какая красота зимняя сказка но уже все даже начинает таять капают с крыш капельки к новому году смотрела прогноз будет плюс 4 так что опять вот эта вода вся вся весь этот снег превратится в воду я даже сегодня не выходила чистить снег на улицу соседи идут смотрят на мой дом махают руками что же это она сидит и не выходит чистить дорожки оживали она там вообще я я смеялась в окно глядя на двух своих соседей и думаю да жива живая все нормально не переживайте мысленно им посылала такие послания я как-то почистила снег он весь растаял ну думаю чего я его буду чистить если к вечеру не растает ударит мороз конечно же вечерком выйду немножко почищем они выхожу я друзья сегодня поранила палец большой порезалась совершенно случайно вот горе от ума хочу на вот это окошко связать крючком такую ну гордину я не знаю просто с филейной сеткой может быть внизу какую-то оборочку сделаю ну и вот здесь хочу сделать крепление сейчас я вам их покажу вот такие крепления вот в эти пазы хотела найти ну что-то типа ну перекладины какой-то трубы может быть потом вспомнила что в сарае видела бамбуковую удочку это видимо дедушки в общем этого дома который уже которого уже нет в живых я ее достала эту удочку вот она видите это чистая бамбуковая удочка я ее уже отмыла вот здесь вот такой металлический соединитель то есть она в нескольких было ну вот три штуки то есть соединялись между собой и получалось вот такая удочка короче раньше люди сами я так поняла делали вот эти удочки ну и что вы думаете эти три бамбуковые палочки были связаны веревочкой и я так неаккуратно разрезала эту веревочку что очень глубоко порезала паре палец большой палец левой руки ой друзья сколько было кровище если бы вы знали я не буду вам сейчас в кадру показывать сейчас я перемотала но все кровью пропиталась и я боюсь сейчас но делать там что-либо опять отматывать чувствую успокоилась вроде кто крови становилась но выглядит конечно это очень ужасно я имею ввиду весь этот тампон и то что я заматывала все в крови поэтому видимо этот хозяин царство так и хотел чтобы я использовала его удочку что решил меня немножечко наказать вот это я так расценила ну ладно ничего заживет как говорится но теперь я вязать не могу а хотелось связать но начать вязать вот вот эту вот занавеску сейчас я вам покажу пряжу из которой я хочу это сделать просто филийной сеткой но вы поняли вот это вот здесь гардина вот есть да но я ее не могу занавесивать потому что у нас вот это вот подружка которая здесь так сладенько с мамочкой спит ножки все свесила вот она лазит по шторам вот а если здесь будет гардина но вот чисто по окошку я думаю что она не будет лазить по ней ну на кухне же висит такая гардина вроде бы так вот не лазит но и наверно будет поуютнее потому что ну с улицы не очень красивый вид вот поэтому решила связать просто филейной сеткой вот такие гардины на окна чтобы поуютнее как-то было в доме но а это шпулиндра наша подрастет тогда можно будет и вот эти гардины раздвигать вот со шпулькой все нормально лапка у нее зажила она теперь стала умная если залезает на стол то она прыгает на диван потом еще на один стол и так вот уже с прям со стола не спрыгивает то есть она поняла что если она прыгает со стола у нее начинает болеть лапа и она вот так вот с меньших поверхностей с невысоких и также назад стала спускаться ну что животные они очень умные и лапка у нее тут вот по более-менее за желание уже она не хромает вот они сейчас с маросичка с мамочка здесь посыпают до посыпают и смотрят в окошко а я нашла у себя вот такую пряжу это кировский ирис высылала мне эту пряжу галина войта огромнейшее благодарю значит здесь что здесь 1500 метров 300 грамм вот в этом в этой пасме короче 300 грамм конечно же за навесочку буду вязать из вот этой беленькой пряжи она тоненькая друзья не могу вам показать рукой страшный палец не хочу чтобы вы видели эту мою перемотку я конечно же потом поменяю все пусть немножечко ну подтянется там повторюсь боюсь раскрывать этот искровавленный весь бинт потому что чувствую сейчас открою опять все начнется пусть немножко подсохнет хоть и некрасиво но чувствую что там начинает затягиваться а вот из белой я свяжу вот эти занавесочки филейной сеткой может быть кайму красивую сделаю внизу а вот из этой пряжи друзья у меня задумка очень красивый такой сиреневый цвет вам не передает к сожалению вот то что вижу я вам прям в такой сиреневый сиреневый а у меня он в более розовый цвет и у меня есть похожая пряжа шелковый блеск сейчас я вам найду этот оттенок вот посмотрите какое стопроцентное совпад совпадение вот по цвету да вот прям ну точно это пряжа уже не выпускаются мне до сих пор идут комментарии где же ее купить друзья уже по ходу ее нигде нельзя купить у меня целая упаковка этой пряжи я как-то прям перед самым закрытием так скажем этой пряжи перед ну когда они уже перестали ее производить я много закупила этой пряжи короче пыталась я здесь сфокусироваться думала кнопка видео ну как бы не снимаю оказывается все снимала и так у меня ничего и не получилось короче здесь 400 метров на 100 грамм очень тоненькая пряжа вязать спицами ею только в два или три сложения но я думаю вот с этим хлопком будет неплохая задумка может быть что-то ну придумаю какую-нибудь модельку может быть джемпер может быть даже платье с круглой кокеткой но вот такие у меня задумки вот еще хочу распустить вот эту шапку не нравится она сейчас мне очень тяжелая может быть что-то из нее свяжу здесь мне нравится пряжа но не нравится теперь вот эта модель шапки так этот бегемот здесь развалился сейчас покажу чем я занимаюсь на кухне здесь у меня печется запеканка но без творога здесь тыква 400 грамм сахара сколько-то там 5 ложек по моему разрыхлитель стакан кефира или кислого молока и манка грамм 300 наверно манки вот и вид здесь нет ничего не разрыхлителя соду я клала такую хорошую чайную ложку сверху посыпала кунжутом вы мне там пишите лена пекли ваши пироги из тыквы и очень понравилось я так поняла вам понравился с творогом и который с мукой да друзья вот говорю о самой слюна течет в общем пику эту запеканку и будет сегодня вкусненький чай у меня с этой запеканкой хочу вам показать одну баночку это мне анечка сделала подарок небольшой к новому году были с ней фикс прайсе и вот такая баночка для специй вот так вот она выглядит здесь вот так одна это стекло одна банка накрывает другую а здесь сейчас откроем попробую одной рукой здесь вот такая крышка с прорезиненной ну такой штучкой которая вот накрывает верхнюю банку и в общем вот такой органайзер я бы сказала для специй и еще подарила мне вот такую ступку с пестиком сейчас я открою и и посмотрим там были и вот такие цвета вот такая такой персиковый цвет но мне понравилась ступка вот это с такой вот ну графитово белые что ли я не знаю серый цвет она очень-очень тяжелая друзья прям очень тяжелая и вот такой вот пестик тут очень специи и ссыпать вот и в эти баночки я не помню сколько она стоит но вот это по моему около 300 рублей банка не помню сколько вот это в общем вот такой мне сделали подарочек к новому году любимая дочка ну а теперь хочу показать вам то что я связала лёшику в подарок вот такие перчаточки я их уже постирала и вот такую шапочку обычной резиночкой 2 на 2 микуська микуська здесь значит пряжа опал вот такого коричневого оттенка и нашла у себя дорогущий кашемир давным-давно покупала правда сейчас на него все здесь нацеплялась но черный цвет в общем вот здесь вот вот это вот смесовочка вот этих двух пряж очень такая хорошая шапочка наверное получится лёшику ну два раза ее сделать два отворота вот отвернулась за кадром вот как то так вот такая макушечка значит как я сужала сейчас расскажу вам резиночка 2 на 2 было потом я провязала 2 изнаночные 1 изнаночная то есть получилось резиночка 2 на 1 2 лицевые 1 изнаночная а потом убрала 2 лицевые и получилось уже резиночка один на один ну то есть сантиметрик провязала резиночкой 2 на 1 убрав изнаночную одну и сантиметрик где-то провязала резиночкой один на один и оставшиеся петли все собрала иглой вот такая получилась аккуратная макушечка безо всяких заморочек резиночкой 2 на 2 но очень мягкая пряжа вот в такой смесовки кашемир и носочная пряжа опал а здесь носочная пряжа опал и бамбуковая пряжа ну так скажем был да у меня был такой жакетик вот такой комплектик у лёшика есть на подарочек а из этой пряжи я скорее всего свяжу носочки конечно кашемир я в носке не буду пускать но добавлю опять сюда вот этот бамбук и свяжу носочки ну теперь вот когда свяжу не знаю палец болит и беспокоить его сейчас ну как-то не хочется я здесь не могу сидеть на месте стала убираться где-то мыло пол опять долбанула палец опять видимо от этого удара ну в общем потекла кровь и знаю как мне быть куда девать руки я вообще не представляю друзья как когда говорят что мой нам скучно мы не знаем чем заняться у меня такого друзья не бывает я не могу просто сидеть вот без дела мне обязательно что-то нужно делать я даже аудиокниги просто так вот сидя смотреть не могу мне нужно либо шить либо вязать либо что-то что-то делать до пришел культиватор сейчас я вам покажу эту коробку но раскрывать не буду подождем лёшика лёшик заказывал сюда в озон в общем я ходила получать его санечкой ну могла бы сама справиться но весит он всего 13 килограмм вот такой он будет вот уровень шума здесь маневренность высокая маневренность простота в эксплуатации низкий уровень и шума мощность 1800 ватт я так поняла зубр электрический лёшик покупал уловил как-то по скидке в 5000 я вам уже говорила по моему за 8 500 сейчас он стоит 12 500 но повторюсь можно поймать скидку лёшик как-то это умеет делать он кладет в корзину ну какие-то товары и сразу не покупает просто лежит товар в корзине и поглядывает в свой личный кабинет в озоне что там не появилась ли и скидка и потом как-то появляется скидка причем хорошая у меня такое впечатление друзья что какая-то программа работает но видимо продавец видит что ну там много людей отложили товар в корзину но не покупают это я так думаю и потом продавец сбрасывает цену естественно товар уходит немножко красоты что-то захотелось не повязать крючком вот буду сейчас высматривать ну что высматривать скорее всего просто смотаю в клубочке эту пряжу из пасмы как-то со своим пальчиком и буду вязать филейной сеткой патентным столбиком но у ордину на окно уже очень мне хочется чтобы окно все таки было закрыто они просто вот стекло вот смотрите смотрите что сейчас будет сейчас будет прыжок уже вот туда хочет прыгнуть ну давай покажи нам они покажи как ты туда запрыгиваешь покажешь нет решил посмотреть в окно такие перепады света не знаю как повернуть телефон вообще конечно хотел он хотел прыгнуть вот сюда на полку туда и шпулька у нас лазит и любит спать вот в той коробочке пришла посмотреть на пирог уже скоро будет готов и вспомнила про один комментарий друзья расскажите про эту подушечку сами делали да есть на канале видео эта подушка сшита из блузки блузка была у меня такая которую я не носила но она такая синтетическая так скажем вот и я пошила из нее подушечку вот такую вырезала рукава отрезала в общем все очень просто и из кусочков сшила вот эту вот подушечку мне она тоже очень очень нравится красивенько но и самое главное что блузка не висит в шкафу неудел а подушечка смотрится красиво на этом диване и конечно же украшает наш дом ну и на на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео немножечко такое грустное для меня да очень плохо друзья когда поранен палец ну ничего заживет не знаю когда теперь я выпущу видео и о чем буду рассказывать поэтому на всякий случай вдруг до нового года видео не будет я на всякий случай вас поздравляю с наступающим новым годом хочу пожелать вам много много счастья ну а самое главное это здоровье и мирного неба всем нам желаю от всей души я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока